Нам ежедневно сообщают не только о плохих дорогах, но и присылают десятки видео в нашу рубрику «Поймай вонючку». Если источник дыма найти относительно просто, то отыскать владельца зловонные трубы порой кажется под силу только сотрудникам спецслужб. Полина Кольт сама берется за розыск по вашим наводкам. Смотрим очередную серию проекта «Поймай вонючку». Нас всех достало серое небо над Красноярском. Про вред от крупных предприятий знают все. А за мелкими котельными и чадящими асфальтовыми заводами не следит никто. А их больше двух тысяч. Если добавить древние машины и дымящие маршрутки, то получается полная картина. Кто-то должен их контролировать. Мы объявляем охоту на вонючек, которые вносят огромный вклад в серое небо. Новости Прима вручают 3000 рублей охотникам на мелких вонючек и пишут заявления на нарушителей. На эту трубу в Покровке жалуются не первый год. Дым из нее выходит к окнам стоящих рядом жилых домов. Поэтому форточки там стараются лишний раз не открывать. Жители боятся запаха гари. На Березина 82 мы заходим свободно. Даже охрана направляет нас напрямую в кочегарку. Нам просто хотелось бы документы посмотреть на эту котельную. Разрешение на выбросы, например. Знаете такие документы? Я понятия не имею. Я здесь работаю стопником. С меня спрос никакой. Вы же должны знать об этом. Если вы работаете на каком-то оборудовании, вы же должны знать, какие документы нужны на это оборудование. Я вот честно не знаю. Меня об этом никто не оповещал. Работаю здесь неофициально, поэтому увы. Я вот знаю старого директора. Меня здесь через знакомых устроили. Как бы нового. Как это объяснить? Сильно часто я с ним не вижусь. И действительно никаких бумаг в котельной нет. Даже как позвонить руководству в случае ЧС неизвестно. В беседе кочегар припоминает, что вроде как год назад что-то проверяли. Но кто и зачем не знает. Получается за зданием приходишь и там какое-то отверстие в трубе. Они там что-то какими-то приборами замеряли. Как именно что они это делали, я не видел. Со стороны только. Котельная, на которую жаловались, обеспечивает теплом сразу несколько складских помещений. Там мы узнали, что вся эта территория принадлежит компании отдел строй. Ее-то и постараемся найти в Красноярске. По телефону в компании нам признались, что площади на Березино действительно принадлежат им. Но вот про документы на котельную не слышали. Посоветовали говорить с начальством, которое за два дня на работе так и не появилось. Мы приехали по адресу, указанному в справочнике. Но на караульной 38 компании отдел строй словно и не было. У вас где офис? Компания на контакт с нами не пошла. Жалоба на их котельную отправляется в надзорные органы. Автор этих кадров Юлия сегодня заберет положенное вознаграждение. 3000 рублей. Пальнокольцы, Панмайр, Владимир Цуканов, Новости Прима.